Сегодня в Большом Зале городской администрации пели и танцевали. Повод весьма весомый. Рекорд города Чебоксары по приведению самой массовой утренней зарядки отныне зафиксирован документально. Общее укрепляющее, утром отрисляющее, если жив пока еще гимнастика! С этих слов чебоксарцы и гости столицы начали отмечать день рождения любимого города в этом году. Первоначально организаторы планировали, что на утреннюю зарядку к 9 утра проснутся около 17 тысяч горожан, но по факту получилось намного больше. Самая массовая утренняя зарядка. 28 250 участников. У меня в руках еще один диплом, который на английском уже языке, и он говорит о том же самом. Только вы уже рекордсмены не просто в рамках России, но в рамках всей Европы, обойдя все европейские, цивилизованные, вроде бы спортивные нации. Тем не менее, как оказалось, самые спортивные люди живут в чебоксарах. Я поздравляю вас! И прежде чем зафиксировать наш рекорд и вручить данные свидетельства, специальной комиссии пришлось немало потрудиться. Прежде чем приехать сюда, была проведена большая работа нашим агентством. Мы сделали экспертизу данной заявки на рекорд на всю историческую возможную глубину со времен царя Гороха, в прямом смысле этого слова. Подняли хроники, подняли события предвоенные. Действительно, в России проводились мероприятия, подобные и ранее, на парадах, демонстрациях и даже в виде отдельных спортивных праздников. Но никогда в таком количестве. 28 250 человек – это цифра просто уникальная. Поскольку, когда собирается такое количество народов, максимум, что они могут делать – это стоять и смотреть, как правило. Чтобы рекорд нашей столицы зафиксировали в еще одной известной книге – Гиннесса, глава города Чебоксара сегодня же подписал официальное письмо-заявку. Алексей Свистунов заверил, что у нас неплохие шансы заявить о себе на весь мир. Главный редактор книги рекордов России отметил также и нашу землячку – Татьяну Александрову, чье имя на днях тоже попало на страницы этого издания. В то время как чебоксарцы и гости столицы заряжались на самой массовой зарядке, свой личный рекорд на другом конце света на Аляске устанавливала спортсменка Татьяна Александрова, участвовав в заплыве в холодной воде. Ходил очень сложно, потому что у берегов Камчатки была вода плюс 2 градуса. Нам приходилось постоянно выходить через каждые 7 часов, плыли по 10 минут, были большие волны, очень-очень холодно. Было опасение встречи с морскими животными, которыми кишел остров Ратманово. Я когда приехала, узнала, что у нас здесь проводилась массовая зарядка и была подана заявка в Книгу рекордов России. Мне это уже было знакомо, потому что я приехала с наградами. В Книге рекордов это впервые, хотя я плавала во многих водоемах и в океане, но такого значимого события, наверное, вообще уже не будет просто никогда. Потому что Берингов пролив, он настолько опасен, коварен и настолько там всегда плохая погода, что то, что мы сделали, это вообще с Божьей помощью. Сегодня же отблагодарили всех тем, что без кого рекорд столицы мог бы и не состояться. И прежде всего это волонтеры. 150 ребят в белых футболках с логотипом зарядки 18 августа помогали чувакстарцам найти свое место перед сценой. Ребята разных возрастов, от 16 лет и выше. Я думаю, что это огромный для них плюс, огромный опыт в их копилку при организации таких мероприятий. И я думаю, что мы будем с ними непосредственно работать на следующих мероприятиях и будем постоянно развивать и проводить такие массовые зарядки в городе. Отметили и труд тех, кто в тот день охранял спокойствие людей на заливе. Медиков, спортсменов и, конечно же, журналистов. Без диплома не осталась и наша телерадиокомпания. Напомню, что 18 августа благодаря прямой трансляции с Красной площади, которую осуществила национальная телерадиокомпания «Чуваши», все желающие смогли увидеть зарядку со звездой и дома. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов. Республика.